А пока то, что касается итогов отрасли и той платформы, скажем, от которой будет рассматриваться все дальнейшее происходящее. В 2021 году в мире добыча снова в очередной раз несколько понизилась. Данные пока предварительные, окончательные сводятся, надо сказать, так же, как и по России. Мы пока сделали только первый заплыв в эти данные, поэтому цифры, о которых я буду говорить, они, конечно, предварительные, поэтому помечены звездочками. Но, тем не менее, золото сделало за 2021 и начало 2022 года еще два пика, надежды на которые были не очень велики после пика 2020 года, когда золото было 2063 доллара за унцию. В прошлом году это чуть выше 1900, в этом году 252 доллара за унцию, чуть больше. По этой причине, в принципе, золото находится в очень комфортном коридоре, более комфортном, чем мы прогнозировали год назад на этой же конференции. Тогда мы говорили о том, что по всей вероятности комфортный диапазон, более-менее устойчиво сохраняющийся на ближайшую перспективу будет 1300-1800. Сейчас можно достаточно уверенно говорить, что это, наверное, 1600-1900 скорее. Вероятно всего, будут проклевы нижнего уровня поддержки, пробития верхнего уровня периодически. Но, тем не менее, видимо, золото будет торговаться примерно в этих диапазонах, во всяком случае, в ближайшие пару, может быть, тройку лет. Дальше, конечно, пока сложно что-либо прогнозировать. Связано это как с той турбулентностью в мировой экономике, которую мы наблюдаем, так в целом и с целым рядом объективных факторов, среди которых существенное удорожание углеводородного сырья, а, соответственно, через эту энергию во всех ее видах, которая является основой для любого производства промышленного типа, в том числе и для промышленного производства золота, естественно, будет накладывать свою тень на последующую добычу, обеспечивая этот самый уровень поддержки просто в силу того, как будут выглядеть затраты золотодобывающих производств. То, что касается статистики, в десятки стран пока без больших перемен, в том числе по расстановке мест, надо сказать, это тоже немножко отличается от нашего предновогоднего прогноза. Тогда мы ориентировались на зарубежные публикации относительно темпов снижения в Китае и темпов роста в Австралии, наблюдая собственные темпы изменений. Ожидалось, что мы с Австралией будем в более близком соотношении, в еще более близком. В районе 331 тонны и у нас, и у них. Но, тем не менее, вот разница наблюдается более заметная. Так же, как ожидавшегося падения в Китае не только не произошло, а, собственно, наблюдается, еще раз подчеркну по предварительным данным, некоторый даже небольшой рост. Тем не менее, он пока символический, это так, дыхание около ноля, можно сказать. Но, тем не менее, по имеющимся данным, небольшой рост обозначился. Таким образом, расстановка первого, второго и третьего места в рейтинге сохранилась, как и в прошлом году. Но, вот по динамике, в пятерке крупнейших золотобывающих держав мира тренды чуть-чуть поменялись. У Китая, России и Австралии это рост. В прошлом году у Китая было снижение. А у США и Канады по-прежнему спад, как это было и в прошлом году. Средние затраты потихонечку растут в мире, растут они и в России, естественно. Видимо, сейчас мы вступаем в полосу более энергичного роста, но, тем не менее, запас дыхания у нас, по сравнению с миром, довольно заметный. У нас рассчитываемый по стандартам Мирового Совета по золоту All in Sustainable Costs в России находится на уровне TCC в мире. То есть запас там 25-30 процентов приблизительно. Соответственно, есть куда расти, как говорится, есть за счет чего реализовывать те мероприятия, которые сейчас вынуждено придется реализовывать по перестройке цепей, логистических цепей, цепочки как продаж, так и сбыта. Но, тем не менее, еще раз, возможности такие в России есть. То, что касается активности в сфере слияния и поглощений, она по-прежнему в прошлом году наблюдалась. Однако от пиковых значений 2020 года, конечно, активность ушла несколько вниз. Немножко понизилась активность в сфере георазведки. И как в целом в мире, так и у нас в России. То, что касается крупнейших компаний. Список примерно похожий на прошлый в большинстве позиций. Немножко в нем перемен. Гленкор выпал, Ямана добавилась взамен в 20-ку. Чуть-чуть переместились по местам производителей. Полис, несмотря на некоторое снижение объемов за 2021 год, поднялся на строчку выше. Полиметал, несмотря на некоторый рост своих объемов, наоборот, понизился в списке. Просто в силу более энергичного роста у соседей по списку. Активность в сфере МНИ производит те самые перемены, о которых я говорю, в сфере перемещения компаний внутри этого списка. Здесь отмечается, что 5 добывающих золота в России компаний в 2021 году, 4, пардон, находятся в списке 20-ки. Здесь имелось в виду и Кинрос, который у нас в 2022 году из списка добывающих в России выпадает. Однако это, в принципе, дает шанс Хайланду, приобретшему активы, попасть теперь в этот список еще одной компании. То есть у нас, вероятнее всего, по итогам 2022 года есть надежда на то, что количество российских компаний, компаний с российскими активами, как было 4, так и останется 4. Кинрос выпал, но Хайланд, видимо, попадет, видимо, в самый низ списка, но, тем не менее, это очень значимый миллион унций, которые у Хайланд на сей момент уже как бы в портфеле. Вопрос, насколько они сохранят, насколько смогут прирастить, как быстро это будет происходить, прирастить объем, я имею в виду. Ну, это посмотрим. Что важно, это то, что около половины компаний из списка лидеров мировой добычи за год снизила свои объемы. Довольно значительно. Другая половина едва-едва нарастила, но в целом это говорит о том, что в совокупности объемы этой части, равно как объемы по миру в целом, понизились. То, что касается России. Здесь представлена динамика изменений объемов добычи за один год по регионам. Зеленые гаммы, соответственно, в зависимости от интенсивности цвета покрашены регионы, где обеспечен прирост. В наибольшей степени прирост дал Забайкальский край, в меньший, но тоже в довольно заметной степени. Это Якутия, Магаданская область и Хабаровский край. Остальные зелененькие вы и без меня достаточно хорошо наблюдаете. Красно-коричневой гаммой, соответственно, тоже с большей интенсивностью цвета показаны регионы, где наблюдалось снижение. В наибольшей степени это Амурская область и Красноярский край. Ну, в некоторой степени целый ряд других регионов, в том числе в Сибири, в Забайкалье, на Урале. Вот так приблизительно выглядит в целом динамика изменений за период с 2015 года, кумулятивный, зеленым, соответственно, размеры прироста по сравнению с 2015 годом. Почеркну еще раз, красным регионы, где наблюдалось снижение. И надо заметить еще раз, почему я почерпнул 2015 год. Естественно, что в ряде случаев это не была прямая линия, восходящая или нисходящая. Это какие-то волны с некоторыми периодами роста, более высоких темпов роста где-то в середине года, в середине этого периода, но тем не менее вот с таким кумулятивным результатом. В десятки регионов лидеров пока без очень существенных перемен, чуть-чуть подросли объемы, совокупные объемы производства десятки российских регионов лидеров. У двух регионов наблюдается примерно повторение прошлогоднего результата, у половины оставшихся рост, у остальной половины снижение объемов. Пока основная расстановка по позициям примерно сохраняется. Учитывая, что в целом объемы совокупного производства изменились весьма незначительно по сравнению с позапрошлым годом, в прошлом году, соответственно, очень существенных подвижек здесь тоже пока не наблюдалось. То, что касается компаний, здесь довольно существенно за прошлый год, благодаря благоприятной конъюнктуре, увеличилось общее число как юрлиц, добывающих металл, причем именно производящих его, так и компаний, в которые эти юрлица объединены. Соответственно, против 621 юрлица в 2020 году в 2021 функционировало уже 672, 621 юрлицо было в 2020 году объединено в 518 компаний, 672 юрлица в 2021, соответственно, в 582. По этим пяти категориям прирост, кроме категорий крупных, во всех остальных наблюдался, более динамичный прирост, естественно, как правило, в низовых категориях, которые являются более многочисленными. Что касается совокупных объемов добычи, десятки крупнейших компаний в общем объеме, в тоннаже цифра немножко понизилась, против 211 тонн 208 в прошлом году, доля понизилась еще более значительно, с учетом того, что общие объемы страны выросли, соответственно, с 66% в 2020 году, это ушло на 62,5% в 2021 году. Вырос снова и порог входа в десятку крупнейших, хоть и несущественно, но тем не менее, с 7,1 до 7,4 тонн в прошлом году. В двадцатке крупнейших, виноват здесь опечатка, порог входа в десятку вырос, тут топ-20 написано. Что касается двадцатки, то в половине этих компаний по-прежнему имеется рассыпной компонент, в противовес мировой двадцатке крупнейших у нас практически у всех, практически у половины, верно, так или иначе, либо доля рассыпного золота имеется в общем объеме добычи, либо это только рассыпное золото, что отличает нашу страну очень существенно от мира в целом и от большинства стран-лидеров в частности. В двадцатке компаний существенных перемен с именами не произошло, по позициям Highland Gold, естественно, поднялся заметно выше, и, как мы уже сказали, это по итогам 2020, начало 2022 года и приобретение активов Кинроса, переход их в состав Highland Gold, поднимают эту компанию еще выше по этой позиции и, вероятно, ставят ее на номер два в России. Еще раз подождем результатов 2022 года, но предварительно пока ожидания такие. Как мы видим, сохраняются в двадцатке все трое основных продуцентов меди, у которых добыча золота – это добыча попутная, но, тем не менее, и нордийский никель, и УГМК, и РМК у нас плотно окопались, как говорится, в двадцатке крупнейших золота добывающих компаний. Так выглядит динамика за период с 2015 года по компаниям. Опять же, еще раз подчеркну, что это соотношение именно с 2015-м. У ряда компаний, как, например, у Петропавловска, наблюдался достаточно энергичный рост какое-то время, но, к сожалению, в последнее время, в частности за прошлый год, наблюдается очень существенное снижение объемов и возвращение примерно к прошлым показателям, поэтому у Петропавловска здесь в целом даже скорее минус за этот период. Так, собственно, выглядит динамика по этим компаниям за эти годы, поэтому достаточно легко можно наблюдать, что лишь у двух компаний из десятки за последний год наблюдался устойчивый рост, у остальных это скорее снижение объемов. Что касается того, как выглядит распределение добываемых объемов золота по регионам России, в 2015 году это выглядело вот так, в 2020, как мы видим, насыщенность цветов по ряду регионов заметно добавилась, в 2022 принес не очень много изменений, но тем не менее принес, надо сказать, что плюс один регион у нас добавился, теперь их 30 золота добывающих против 29 в 2020 году. Но вот что будет дальше, конечно, пока большой вопрос. Здесь приведен слайд из прошлогодней презентации, поэтому здесь в 2021 год стоит с буквы П прогноз. Еще раз подчеркну, цифры подлежат уточнению, поэтому буквы П мы оставили, но что очевидно будет происходить, что мы будем видеть, вот такое примерно движение, некоторое прижимание тех перспектив, на которые мы рассчитывали, и некое растягивание их на перспективу. Связано это будет как с тем компонентом, который касается действующих производств, целый ряд из них в ближайший период, там, в ближайшие пару-тройку лет, видимо, будут под давлением, и, наверное, вынуждены будут производить какие-то действия, которые так или иначе будут приводить к снижению объемов ради сохранения доходности и в целом жизнеспособности предприятий. У компаний, планирующих ввод в строй новых мощностей, очевидно, будут также соответствующие проблемы, которые скажутся как на задержках с вводом таких мощностей, так и удорожании таких мощностей, а, возможно, и, соответственно, переконфигурации планируемых к вводу в строй проектов. По этой причине мы не ожидаем, что в этом году будет очень существенное снижение, хотя оно, вероятно, и, возможно, будет очень заметным. Тем не менее, на инерции, на товарно-складских материальных запасах, на пока сохраняющихся или сохранявшихся до недавних пор связях и наработках, все это немножко успевает проехать вперед, что называется. Поэтому, в частности, это касается в том числе и рассыпного компонента. Все мы знаем, что для добычи рассыпного сырья все необходимое закупается существенно загодя, до Нового года, как правило, для того, чтобы вовремя завестись к сезону на места добычи и так далее. По этой причине на рассыпное производство в этом году это не так существенно повлияет, хотя, конечно же, повлияет, как, наверное, повлияет в следующем году. Видимо, компаниям придется довольно заметно перестраивать, пересматривать свои планы. И связано это будет не только с доступом к материально-техническим ресурсам, к зарубежной технике, которая будет, наверное, как-то ограниченно поставляться сюда и по замедленным и подорожавшим путям через большее число посредников, через более сложные маршруты доставки и так далее. Что, конечно, еще раз будет и замедлять процессы поставки техники, и удорожать их. То, что примерно будет, видимо, касаться и того, что связано с целым рядом видов запчастей, материалов, начиная со смазочных масел, включая реагенты для переработки, для обогащения, для излечения. По этой причине, естественно, что все это на добычу повлияет. Что касается новых проектов, да, многое придется в них реконфигурировать, учитывая, что оборудование мировых лидеров, вероятно, будет сложнее доставать. Заместить его требуемой эффективностью в проектах будет сложно. Соответственно, придется переделывать и проектную документацию, и конструкцию, и так далее. В этой связи это все, конечно же, еще раз повлечет и дополнительные затраты, и заметное замедление этих процессов. Но в целом, что пока выглядит основанием для умеренного оптимизма, мировая цена на золото. Это, во-первых, сохранение в целом более или менее уровня рублевых издержек. Надо заметить, что если в позапрошлом году это был район 3,5 тысяч, в прошлом году это в район 4,3 тысячи рублей. Верно, что касается цены, если в позапрошлом году это был район 3,5, в прошлом году это район 4 с чем-то тысяч, то в этом году мы можем пока с осторожностью говорить о том, что это будет явно выше 4,5 тысяч рублей. А, соответственно, это перекрывает то удорожание издержек, которые неизбежно, видимо, последуют. Цена, как я уже говорил, по всей видимости, останется в достаточно комфортном диапазоне 1600-1900 долларов за унцию. Если рублевые цены сохранятся на уровне не ниже 4,5 тысяч за грамм, если рубль не будет излишне, не укрепляться, не рушится, и то и другое по-своему негативно сказывается на положении забывающих компаний. Если энергоресурсы, как пока у нас в стране, будут дешевле и доступнее, чем в целом по миру, если кредитные ставки вернутся на нормальные уровни из тех аномальных, на которые они находятся сейчас, и если существенных сложностей в получении ни долевого, ни долгового финансирования не будет, ну, точнее, проблема с этим решится на горизонте хотя бы парой-тройки лет, есть ожидание, что российская золотодобыча в целом сохранит свою конкурентоспособность, а, соответственно, потенциал дальнейшего роста, восстановления роста. Еще раз подчеркну, наверное, все-таки сначала восстановление, потому что, вероятнее всего, этот год, а особенно следующий, принесет не очень положительные изменения в золотодобычу. Тем не менее, я думаю, что, опять же, по опыту предыдущих кризисов, хотя таких острых кризисов мы пока не наблюдали за последние 30 лет, но, тем не менее, по опыту прошлых кризисов адаптация к новым условиям занимает порядка 2-2,5, иногда 3 лет. Вероятно, что, если говорить о некой точке конца острой фазы кризиса, вот от нее 2,5-3 года, наверное, займет восстановление. Но вопрос, где эта точка? Очевидно, мы ее еще не прошли, очевидно, она у нас где-то впереди. Где? Посмотрим. Но, тем не менее, есть все-таки надежда, есть определенные основания для этой надежды, для ожидания, что в горизонте 3-5 лет золотодобыча в России, сохранившись, вернется на темпы роста, возможно, даже более высокие темпы роста, чем мы наблюдали в последнее время, с учетом того, как выглядит и спрос на золото, и, собственно, общее положение золотодобычи в структуре российской промышленности. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в ходе дискуссии. Спасибо. Михаил Иванович, я хотел бы услышать от вас, это в связи с общим вопросом о добыче золота в России. Ну, экологи разные, иностранные агенты, пятая колонна, они требовали запретить вообще добычу рассыпного золота в России. Правда, сейчас те же экологи русские, экологически вообще, обратились, что надо их признать иностранными агентами и выгнать из России. Как вы к этому относитесь? Я имею в виду Wi-Fi, Greenpeace, реки без границ и прочая сволочь. Ну, у вас два вопроса в одном, я на оба отвечу. Ну, по отдельности. Нет, первый вопрос, я прошу тебя извинить. Первый вопрос, какую роль играет Центробанк, наш российский Центробанк, в добыче золота, в уровне добычи золота. Все. Какое влияние, вы хотите сказать, он на это оказывает? Да, какое влияние, почему он препятствует добыче золота в России? Ну, поскольку я не представитель Центробанка, я могу только догадываться, но могу попробовать поделиться своим взглядом на эти, теперь уже три вопроса. Первый вопрос, что у нас делает Центробанк на рынке золота. Второй вопрос, что у нас в целом с экологией вокруг рассыпных объектов. И третье, что у нас за роль иностранных агентов в этой связи. Если их здесь нет, они здесь виртуально все равно присутствуют, влияют не меньше Центробанка. Да, мы понимаем. Так, если коротко, Центробанк. Ну, во-первых, он не обязан нам ничего. Его обязанность поддерживать курс национальной валюты. И в этой связи он делает, должен делать, по крайней мере, те разумно достаточные действия, которые должен делать. На мой взгляд, то, что физически на сей момент он делает, все-таки в пользу золотодобычи скорее, чем во вред. Очевидно, всегда хотелось бы больше. Чего бы ему у нас там целиком все не выкупать? Зачем нам американские доллары или что-то еще? И так далее, и тому подобное. Ну, во-первых, сбалансированная стабильность золотовалютных резервов каким-то одним элементом поддерживаться объективно не может. Именно по этой причине деньги и хранятся в разных инструментах, в валюте разной, в золоте и тому подобное. Это очевидно. Поэтому говорить о том, что у нас все авуары должны быть только в золоте, наверное, некоторый перекос. Давайте мы от него воздержимся. Во-вторых, тем не менее, банк А покупает металл. Б покупает по довольно комфортной, на мой взгляд, подчеркну, цене. Хотелось бы больше всем, конечно. Лучше бы он покупал по 7,5, чем по 5. Ну, извините, я бы тут сказал, надо бы и совесть иметь. Как я уже говорил, цена 4,5 – это выше, чем среднее прошлогоднее. Это существенно выше, чем позапрошлогоднее. Слушайте, если у нас по такой цене гарантированно окупают, ну, наверное, надо взять ножки в ручки, включить голову и поработать над тем, чтобы получить цену лучше, но не в Центробанке. Имея Центробанкскую цену и ликвидность здесь, по крайней мере, как гарантию не умереть. Мне кажется, что здесь вот требовать большего Центробанка, ну, наверное, было бы не совсем справедливо. Тем не менее, конечно же, хорошо бы, чтобы находились еще какие-то инструменты национальные, возможно, опирающиеся на золото, возможно, не только физическое золото, чему, наконец-то, слава богу, открылись двери. Да, у нас ушел, наконец-то, тот пресловутый НДС, о необходимости отмены которого мы тут все уже языки себе стерли. Но возникает обратный перекос. У нас выяснилось, что мерных слитков у нас не столько производится, на сколько потребность вылетела в этом году. Никто не знает, какая потребность будет в следующем году, поэтому никто не торопится разворачивать производство их по понятным причинам, неочевидности, перспективам. Но здесь тоже, кого можно в этом обвинять и куда следует торопить? Наверное, ситуация, во-первых, должна неким образом дозреть, естественным путем. Во-вторых, она должна, ну, как-то проявиться. Мы на сей момент не все еще видим, что будет происходить. С одной стороны, мы видим макроэкономические перемены, которые, в принципе, в пользу цены на золото и в пользу роста спроса на него, как уже говорилось. С другой стороны, слушайте, все может обостриться, не хочу никого пугать. Это как в том старом анекдоте, да? Пессимист говорит, хуже не будет, оптимист говорит, нет, будет, будет. Так вот, я оптимист. Поэтому могут происходить такие ситуации, когда золото ни за какие деньги никому не нужен, потому что важнее еда, вода, что-то еще такое. По этой причине тут тоже, наверное, надо подходить к этому без экстремизма. Да, золото, скорее всего, имеет перспективы роста, но при целом ряде условий через запятую. Поэтому я бы Центробанк не ругал, не торопил, не подталкивал под локоть делать какие-то необдуманные движения, потому что, помогая золотодобычам, можно обрушить рубль, что не на пользу золотодобытчикам в России в любом случае. Поэтому, на мой взгляд, Центробанк делает минимально достаточное. Возможно, можно больше, но над этим надо хорошенько думать, прежде чем делать. На первый вопрос ответ закончил. Виктор Иванович, разрешите, я на два остальных отвечу, а то вы сейчас дадите, я предыдущий забуду. Экология вокруг рассыпей. Проблема. Она во всем мире проблема, на самом-то деле, просто в силу того, что, как правило, в большинстве, в физическом большинстве случаев, это технические и очень небольшие компании. Будучи небольшими, они богатые, не очень оснащены организационным ресурсом, интеллектуальным ресурсом, уровнем персонала, работающего на них, в силу того, что это первый класс горной школы, так или иначе. Необходимый элемент в структуре золотодобычи надо сначала закончить первый класс, прежде чем поступать в десятый, а тем более заходить в институт с упорным золотом и так далее. Это мы все понимаем. Но так вот, в любом случае, это первый класс. Естественно, он делает ошибки. Естественно, делает ошибки в очень чувствительной водоохранной зоне, в большинстве случаев, в большинстве водотоков. Естественно, что это очень дорогостоящие ошибки, просто в силу того, что последствия их не быстро природой выправляются. Естественно, без этих ошибок не обходится. Естественно, за эти ошибки приходится платить. Слушайте, ну да, за ошибки надо платить, и надо стараться их делать меньше. И, конечно же, там, будучи первоклассниками, Но будут они продолжать делать ошибки, это неизбежно. Иначе опыт не возникнет. Но надо извлекать этот опыт, надо потихонечку его приводить в порядок. А что у нас происходит? А у нас происходит по большей части формализм, как со стороны недропользовательской. У нас есть проект, мы работаем по нему. Или у нас есть нормы, мы их заложили в проект. Ну и так далее. И такое же, извините, дураковаляние со стороны регуляторов. У нас вот такие нормы, мы никуда не смотрим. Вот она, прокрустовая ложа, как хочешь, либо голову отрежем, либо ноги укротим, либо укладывайся. Естественно, что здесь требуется. А. Актуализация всех этих норм. Б. Адаптация к конкретным условиям конкретного региона, его конкретных климатических, природно-географических условий. А также структуры региональной золотодобычи, учитывая, как она распространена по региону. Насколько она концентрирована или дефрагментирована. Ну и так далее. Просто в силу того, что, опять же, разные бывают рассыпные препятствия. Есть суммонезолото или солодовский прииск, входящий в топ золотодобытчиков. А есть какая-нибудь там артель АВВГД, которая в прошлом году возникла и в следующем, наверное, закончила свою деятельность. Просто потому, что люди решили попробовать, и у них, может, эта проба не получиться. Есть и такое. Поэтому всех под одну гребенку чесать, конечно, не следует. Конечно, надо обеим сторонам включаться в диалог. Не кидать друг другу камни со стороны природопользования в адрес регуляторов, или со стороны регуляторов любого уровня в сторону природопользования. Надо находить общий язык, договариваться. У нас, к сожалению, культура договариваться с 1917 года как-то просела сильно. И до сих пор мы ее никак не выправим. А разговаривать надо, приходить к компромиссу, конечно, надо. Есть середина, к которой можно прийти. Третий вопрос. Роли в этом во всем наших иностранных не всегда друзей. Из числа фонда ВВФ, как мы его называем, фонда дикой природы, из числа всяких гринписов и всего остального. Ну, давайте тоже не чесать всех под одну гребенку. Во-первых, потому что компании эти разные. Во-вторых, даже внутри одной компании люди работают разные. Не будем об этом тоже забывать. Но в целом мое отношение, скажу вам честно, Виктор Иванович, к таким структурам, как тот же гринпис, например, остро отрицательное. Связано оно с тем, что в целом такая организация, она скорее такой зеленый фундаментализм собой представляет, чем вот тот самый разумный компонент, который, по идее, должен приносить какой-то там общественный контроль, какую-то, я не знаю, там дополнительную профессиональную оценку третьей стороны в какие-то такие дискуссии, которые очень важно, как я уже сказал, ввести между недропользованием и регуляторами. Увы, приносят они не это. Приносят они экстремизм, приносят они запретительство, приносят они заказное в немалой степени запретительство. Мне, например, по проектам на Камчатке с этим очень жестко приходилось сталкиваться, и очень тяжело было там конец 90-х, начало 2000-х, там проходить какие-то нибудь проекты, проводить какие-то нибудь проекты, потому что там экстремизм был очень простой. Медведи на Камчатке жить должны, а люди нет. Ну, понятное дело, что территория российская, нам важно, чтобы наши люди там жили, а американским и канадским компаниям, наверное, важно, чтобы там жили другие люди, а сначала пусть лучше медведи, чем российские люди. Читалось это очень, скажем, четко. Но вот в этой связи, поэтому лично у меня отношение к таким компаниям, как к компании, в целом негативное. Но люди там отдельные, вполне себе достойные профессионалы, действительно болеющие за дело как таковое. Поэтому вот еще раз, всех под одну гребенку я бы не чесал. С вами герои России, почему? Кому? А вот которые хорошие. А почему они верующие в группу фотографировали? Виктор Иванович, ну, еще раз, люди разные. И внутри одной компании, а тем более в разных компаниях. Поэтому еще раз, мое предложение здесь смотреть на то, что за дело делают конкретные люди, за результат этого дела. Но смотреть все-таки отстраненным, ну, разумным, скажем, сбалансированным взглядом. Потому что если они говорят нам какие-то неприятные вещи, может быть, сначала нам посмотреться в зеркало, там, побриться, причесаться, прежде чем кидаться в драку со словами, там, о чем вы нас критикуете. Опыт показывает, работать можно. Вы знаете, что и Коррега Делудобыча отработала свою платерну, там, по нашим проектам, и Агинский рудник запустился, и Шанович заработал. Оказалось, что невозможно. Ну, выглядело так, что нас там, я не знаю, самолеты еще там съедят при посадке. Ну, нет, заработал все. Работает до сих пор. Так что, с вашего позволения, давайте мы кому-то следующим и следующий вопрос. Спасибо.